В 1933 году это учебное учреждение создавали как интернациональный детский дом. Здесь учились ребята, спасенные от фашизма. Так было и в военное время. Затем сюда привозили детей революционеров, политических и профсоюзных деятелей из Азии, Африки, Латинской Америки. За 85 лет в интердоме учились и жили представители 90 стран мира. Интердом всегда спасал будущее. Кажется, прошли роковые дни. Но ведь есть межнациональные конфликты, есть экологические катастрофы, есть такие ситуации, когда дети начинают проживать, брошенные дети, в недетские ситуации. И опять же на помощь идет интердом. Сейчас это прогрессивный и современный международный образовательный центр. Учатся здесь и иностранцы, и ребята из разных регионов страны. Около трех сотен школьников. У нас разные категории детей учатся, в том числе и дети, которые являются сиротами или социальными сиротами, дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. У нас очень разный контингент детей. В том числе у нас достаточно много детей из Ивановской области, из тех районов, где нет 11-летних школ, и где невозможно получить среднее образование. Здесь же ребята и живут. Заняты большую часть дня. Сначала уроки, потом секции или культурные мероприятия. В школе высокий образовательный стандарт, есть профильные классы. Здесь готовят к поступлению в лучшие вузы страны. Особенно сильное направление – медико-биологическое. Сейчас интердомовцы готовятся к юбилейному концерту. Здесь семейная атмосфера, и учителя все очень добрые, относятся как к своим детям. Программа обучения, она очень углубленная, так как классы профильные. И какие-то уроки мы берем и вузовскую программу. 1 мая колонна интердомовцев пройдет от Красной Церкви к памятнику героям фронта и тыла. Там запланирован митинг. А вечером гостей интердома ждет концерт и поздравительные речи. Школа, где спасают детство, процветает.